Галстук неотъемлемый атрибут светской жизни и является в основном мужским аксессуаром. Но сегодня и женщины им не гнушаются. На них галстуки смотрятся достаточно пикантно. Я научу вас, как вязать два правильных классических узла. Один для тонкого галстука, другой для широкого. Правильный классический узел для тонкого галстука. Сейчас просто посмотрите, как его завязывать. Продолжение следует... А теперь повторяйте за мной. Поднимаем воротник, чтобы удобно было все это дело вязать. И у нас есть тонкий короткий конец галстука, а также широкий и длинный конец галстука. В первую очередь, что мы с вами делаем? Берем широкую длинную сторону галстука, набрасываем на короткую тонкую сторону галстука. Получается крестик. Далее, широкой длинной стороной галстука обводим снизу вокруг тонкой короткой стороны галстука. Получается вот такой недоузелок. Далее, накидываем широкую сторону галстука и накрываем наш недоузелок. Широкую длинную сторону галстука просовываем снизу вверх через образовавшуюся горловину. И сразу же просовываем его в наш импровизированный петличный узелок. Все. Узел у нас готов. Поправляем воротник, затягиваем узелок и сразу видим, что подобный узел на подобном галстуке тонком человеку моей комплекции никак не подходит. Раз уж вы решили носить тонкие галстуки, а сами по себе являетесь не самым худым молодым человеком, тогда расслабьте узелок и расстегните верхнюю пуговицу. Получается некая такая неформальная формальщина. Это правильный узел, потому что если мы вытащим тонкий короткий конец галстука и потянем за длинный, узелок наш развяжется. Тот же узел, но теперь с широким галстуком. Широкую сторону галстука набрасываем на тонкую сторону галстука, крестик. Обводим снизу широкой стороной галстука вокруг короткой тонкой стороны галстука и набрасываем сверху на образовавшийся полуузелок. Вот такая вот штуковина получается. Через горловину снизу вверх просовываем длинную широкую сторону галстука и просовываем в образовавшуюся петлю. И опять наш узелок готов. Затягиваем, поправляем галстук, так чтобы все было красиво. И видим, что человеку с моей комплектацией даже такой самый простой узелок уже смотрится гораздо лучше. Попробуем еще раз ослабить узелок и расстегнуть пуговичку. Опять неформальная формальщина. Так, кстати, по-моему, в Санта-Барбаре все время ходил адвокат. Не помню, как его зовут. Но выглядит дело у него это все очень даже прикольно. Да, опять же, смотрим, что это правильный узелок. Все. Второй узел для широкого галстука завязывается идентично первому, но к нему добавляется один дополнительный элемент. Сейчас тоже просто посмотрите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь повторяйте за мной. Правильный классический узел на широком галстуке для официальных встреч. Короткий и тонкий конец галстука, широкий и длинный конец. Поднимаем воротник. Делаем крестик. Широкую сторону галстука набрасываем на тонкую сторону. Обводим широкую сторону вокруг тонкой стороны. И получается недоузелок. А вот теперь широкую сторону галстука перебрасываем через горловину сверху вниз. И вытаскиваем с той же стороны. Получается вот такой узелок. Теперь широкую сторону галстука набрасываем на образовавшийся узелок. И сразу же делаем петлю. Перекидываем снизу вверх через горловину в широкую сторону. И протаскиваем через образовавшуюся петлю. Получается правильный классический узел. Поправляем все. И видим, что такой узелок подойдет как для тучных мужчин, так и для стройных, красивых, молодых людей. Поправляем все это дело. И понимаем, что мы красавчики. Если с таким узлом мы попробуем как-то покреативить, расслабим его и расстегнем верхнюю пуговицу, то видим опять же, что выглядит это как-то немножко нелепо. С расстегнутой пуговицей лучше ходить с узелком для тонких галстуков. Проверяем правильный узел или нет. Вытаскиваем тонкий конец галстука. Тянем за длинный. Все развязалось. Все было правильно и классически. Научившись правильному классическому узлу и поняв принцип петли, вы сможете проявить фантазию и завязывать свои авторские узлы.